Ауе будет вне закона школьников защитят от влияния криминального мира. Тюремная романтика, словно вирус гриппа в вагоне метро, разлетелась по интернету. И заражаются ей непривитые от этой заразы дети. На YouTube десятки блогеров, бывшие зеки и нынешние урки, записывающие видео из зоны, рассказывают, как правильно первый раз входить в хату, тюремную камеру, как общаться с блатными, какова на вкус арестантская пайка. Все сводится к трем простым правилам, которые мучат школьников. Украл, выпил, в тюрьму. И вот эта тюремная жизнь перекочевала из соцсетей в реальность. В России даже возникло молодежное сообщество Ауе. Арестантский устав един. И что же в нем происходит? Школьники сбиваются в стаи, раздают друг другу тюремные клички, живут не по российским законам, а по воровским понятиям. Вишенка на торте, ребятня воруют деньги. Чтобы скидывать их в общак, который, чаще всего, держит взрослые судимые мужики. Положить конец этой промывке мозгов взялся сенатор Софеда Антон Беляков. Закон о запрете пропаганды Ауе он внес в Госдуму. Текст документа есть в распоряжении КП. Он предложил остановить пропаганду преступного образа жизни в прессе и интернете. У нас нельзя пропагандировать экстремизм и суицид, но распространение криминальных устоев вредят нашей стране не меньше, поделился с комсомолкой Беляков. Начиная с 90-х годов, мы получили идеологические завалы и только сейчас начали их разгребать. Закрыли сайты, торгующие наркотиками, ударили законом по экстремистам, не даем склонять наших детей к суициду. А уголовная романтика побуждает молодых людей к ракету, преступлениям, торговле наркотиками. И здесь у нас возник пробел. На пропаганду АЕУ мы никак повлиять пока не можем. Хотя взрослые тюремщики рассказывают в соцсетях своей пастве, как, например, вынести квартиру соседа, чтобы тебя потом не нашли. Это все необходимо прикрыть и устранить пробел в законодательстве. Расследование ульяновской беды. В России появилась уголовная молодежная организация. Пароль, АУЕ, отзыв, жизнь ворам. Тему подняла ответственный секретарь Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Яна Лантратова, причем на самом высоком уровне. Подробности. Целевые уголовники хотят, чтобы мы жили по их законам. Корреспондент КП едет в район, стонущий от малолетних овышников-воров, и встречает честного и справедливого рецидивиста момента. Он кормит трудных подростков, дает им работу, не разрешает местному населению их бить, а многих, попросту, воспитал, забирая из дикдома. Подробности. Корреспондент КП едет в район, стонущий от малолетних овышников-воров, и встречает честного и справедливого рецидивиста момента. Он кормит трудных подростков, дает им работу, не разрешает местному населению их бить, а многих, попросту, воспитал, забирая из дикдома. Подробности. Понравилась статья? Ставь лайк и подписывайся на канал. Оставляйте ваши комментарии, обсуждайте статью, а также делитесь в социальных сетях. Субтитры сделал DimaTorzok